11.06.00 и начинается программа «Дневной разворот» в студии Владимир Сметанин. Исатлан Занько, добрый день, сегодня 4-20 сентября. Приветствуем вас, хорошего всем дня. И по традиции знакомим вас с тем, о чём мы будем говорить сегодня в нашей студии. Но я как-то предлагаю её особое мнение тоже анонсировать. Сегодня у тебя в гостях будет твой коллега по общественной палате Александр Булдаков. В двух словах, о чём будете говорить, чтобы познакомить наших слушателей? Ну, во-первых, мы с Александром будем говорить о подготовке к отопительному сезону, потому что отопительный сезон с 15 сентября уже стартовал в регионе. И за месяц до старта отопительного сезона в совещании в правительстве Кировской области было отмечено очень много моментов, которые были проблемными. Была поставлена задача их решить, потому что некоторые районы имели критическую ситуацию по вступлению как раз вот в этот отопительный сезон. То есть снова нехватка топлива? Не только это. Плохое топливо? Неготовность котельных? Не только, не только, не только это. Большой слой на самом деле проблем. Что касается топлива, тут даже не нехватка стояла на первом месте, а изменение цены на топливо, потому что выросла цена и на мазут, выросла цена и на дрова. То же самое, что ты говоришь, и котельные, конечно же, и много чего ещё. Александр Булдаков активное участие от общественной палаты принимал в решении этих вопросов. В частности, по Богородскому серьезным решали проблему, вот он об этом расскажет. Дальше, конечно, мы проанализируем вчерашний эфир, который мы здесь провели. В программе Урбан, напоминаю, были губернатор Кировской области Игорь Васильев и Илья Шульгин. Да, это мы говорим уже о второй половине разворота, который будет с 12.05, да. Это будет во второй половине разворота, и с Александром Булдаковым мы тоже в особом мнении обсудим. И ещё там несколько вопросов серьезных, которые нужно обсудить. Это всё будет в 13 часов. Да, действительно, с 12 часов с Анатолием Курбатовым и Антоном Касановым Мы обсудим точку зрения как раз активистов на то, что было сказано в программе Урбан. Несколько серьезных моментов отметили наши вчерашние гости. Я бы сказал, множество серьезных моментов. 650-летие требует не просто праздника, на чём сделали акцент главы региона и города, но ещё это вопрос глобального переустройства, я бы так сказала, города. Тут будет не вопрос, наверное, верю-не верю, а, наверное, мы спросим у активистов, потому что ребята давно занимаются урбанистикой, давно занимаются благоустройством, в правильном ли направлении мыслят с точки зрения активистов наши главы, на чём нужно сделать акцент, с чего начать. Вот об этом мы будем говорить после 12. Да, и к этой теме у нас приурочен опрос, вы можете голосовать на нашей странице ВКонтакте. Тема опроса следующая. Какие преобразования вы бы хотели видеть в нашем городе к его 650-летию? Я так понимаю, что мы актуализировали вопрос, который был у нас ранее. Там с десяток, ну, почти что 10 вариантов ответа. И велодорожки, и новые детские сады, и школы, и пешеходные зоны, и подземные коммуникации, и так далее, и так далее. Заходите, голосуйте. Я так понял, можно выбирать даже не один, а несколько вариантов ответа. Там галочка, да, есть. Выбирайте, что вам больше всего нравится, и голосуйте. На данный момент проголосовали 858 человек. Вполне такой себе показательный опрос получается. Совершенно верно. Ну, кстати говоря, глава региона Игорь Васильев, он всегда, всегда делает акцент на культурной жизни нашего города. И он говорит, что она должна, культурная повестка, развиваться. Больше событий интересных, больше доступных вещей и на разную аудиторию рассчитанных. И мы тоже, со своей стороны, в наших программах стараемся рассказывать горожанам, стараемся вам, слушателям, рассказывать, что в городе происходит, какие, собственно, вы можете посещать культурные мероприятия, для кого они предназначены, насколько они доступны, в чем интерес. И этим займемся как раз в первом части дневного разворота. В Кировском театре «Кукол» стартовал международный фестиваль «Вятка. Город детства». Мы его анонсировали. Я тебе больше скажу. Вчера губернатор Игорь Васильев, после эфира нашего, после первого часа «Урбана» в 11.45, он побежал куда? Он побежал в Кировский театр «Кукол» имени Афанасьева, для того, чтобы поприветствовать участников фестиваля «Вятка. Город детства». Международного фестиваля. И, собственно, мы об этом мероприятии сегодня начинаем говорить. С нами Елена Павлова, замдиректор Кировского театра «Кукол» имени Афанасьева. Елена Викторовна, добрый день. Добрый. Вы только что вошли. Давайте сейчас буду угадывать. Справа от меня, если не ошибаюсь, Ирина Салтымакова. Да, всё верно угадал. Совершенно верно. Актриса Кемеровского областного театра «Кукол» имени Аркадия Гайдара. Добрый день. Здравствуйте. Да, и директор Сургутского театра «Кукол» под названием «Петрушка». Алена Блинова. Да, добрый день. Здравствуйте. Вот всех назвал безошибочно. Да, посмотрите, руководители театра «Кукол» всегда такие улыбчивые и обаятельные. Конечно, замечательные. В театрах «Кукол» все улыбчивые. По-другому нельзя, ребёнка не обманешь. Конечно, но надо сказать, что интерес к фестивалю «Вятка город детства» из года в год, как мне кажется, растёт. Четвёртый же фестиваль. Может быть, я делаю этот вывод по своим знакомым своим впечатлениям, потому что, когда мы с родителями обсуждаем, обязательно надо хотя бы на один спектакль, на два сходить. В рамках спектаклей бывают и те, которые рассчитаны не совсем на малышей, а рассчитаны на подростков, и на совместный просмотр подростков и взрослых. И просто для взрослых. И просто для взрослых. Это история, которая, правда, очаровывает. Я в прошлом году побывала на нескольких спектаклях, и мы с дочерью обсуждали очень активно. Потом есть о чём поговорить, конечно, переварить, сделать выводы. Что представляет программа нынешнего фестиваля? Вот об этом мы сейчас с вами поговорим. Елена Викторовна, давайте в общем и целом расскажем. В этом году, вот вчера как раз была пресс-встреча с членами жюри, и председатель жюри Валерий Шацкий сказал о том, что, несмотря на название, что «Вятка город детства», программа фестиваля очень разнообразна, и Алексей Гончаренко, союз театральных деятелей Российской Федерации, сказал, что, в общем-то, им очень понравилось то, что в программе есть серьёзные спектакли, серьёзных авторов. И наш фестиваль вчера был открыт. Вот «Матрюнин двор», например, вчерашний спектакль, да? Да, именно этим. Владимирского театра «Кукол». Да, именно этим спектаклем по Солженицыну, достаточно сложный. И, ну, кто-то даже плакал в зале, да. И, в общем-то, программа фестиваля разнообразна. Ещё раз повторюсь, это и для взрослых спектаклей, и для подростков, и есть для самых маленьких. Эти спектакли мы, конечно же, поставили на выходные, чтобы смогли родители привезти своих маленьких деток. Давайте обрисуем тот круг театров, который к нам в этом году приехал. Ирина Салтымакова, как представительница Кемеровского областного театра «Кукол», в прошлом году вы били победителем нашего, да? Да, совершенно верно. Со спектаклем «Крошечка-хаврошечка», в этом году вы другую постановку привезли. В этом году мы привезли «Стойкий оловянный солдатик», это «История кукольной любви». Да, представляете? Ну, так-то она, человеческой любви, наверное, да? Просто в куклах. Ну, конечно, конечно. Вообще, вся наша жизнь — это, наверное, любовь. Любовь к профессии, любовь к природе и к детям, к искусству, поэтому любовь, она повсюду. Так что привезли спектакль, ну, ждём зрителей, чтобы удивить, поразить и поделиться своим искусством. В общем-то, Кемеров завершает нашу программу, они показывают свой спектакль в воскресенье, билетов уже нет. Ну, это же здорово! Назовите всех, озвучьте все театры, которые в этом году. Владимир вчера открывал, и Саранск, Мордовский театр «Кукол», привезли замечательный весёлый спектакль «Кашу из топора», спектакль именно и для ребят, и для взрослых. Тольятти сейчас, вот именно в эти минуты показывает спектакль «Путешествие голубой стрелы», и Оренбург сегодня у них три показа по Зощенко, уважаемые граждане. Причём «Путешествие голубой стрелы» — это шесть плюс спектакль, а уважаемые граждане уже двенадцать плюс. Вот тут, конечно, уже подросткам и взрослым. Именно, да. Поэтому они поставлены, вот вечерние спектакли будут сегодня, это в шестнадцать и в восемнадцать часов. Завтра у нас Санкт-Петербург, театр показывает, театр 3-4 показывает спектакль «Рояль и два трамвая по Мандельштаму». «Франция» завтра у нас спектакль «Свифт» и вечерние показы, спектакль для взрослых «Рыбинск», «Шиш» или «Как мужик с царём поссорился». Ограничение шестнадцать плюс, соответственно, шесть плюс и ноль плюс. Да. Давайте про французов поподробнее поговорим. Ну, это визуальный спектакль, он совершенно необычный, билетов там, по-моему, уже тоже нет. Визуальный это что это? Ну, то есть, не речевой, так скажем, да, чтобы было понятно, потому что многие зрители задают вопросы, как мы поймём, потому что на каком языке будет спектакль. То есть, всё будет очень понятно. Современный, необычный, у нас таких спектаклей ещё не было. Откуда именно? Марсель. Марсель. Это, собственно, как ранее Ролан Банин говорил, да, Глафреш театра, собственно, вот приехали и у земляки. Так сказать. Кукольные спектакли, это не только спектакли ноль плюс, как, может быть, всё ещё кто-то думает, это спектакли на все абсолютно возрастные категории, это спектакли для подростков и для взрослых. И вот завтра будут спектакли, например, ноль плюс от французских кукольников Свифт, будет спектакль шесть плюс рояль и два трамвая в Санкт-Петербурге, будет спектакль шестнадцать плюс шиши, как мы уже к старём поссорились. Ну, я вот сейчас как раз в перерыве спрашивала у Елены, есть ли ещё билеты? Потому что, несмотря на то, что я сказала, что каждый год мы обсуждаем, что надо, надо попасть, я поняла, что мы пропустили и не приобрели билеты. Ну, вот не знаю, есть, нет, надо в кассу позвонить, я чувствую, да, надо в кассу позвонить. Хорошо, 22-го числа, в субботу. Я ещё раз повторюсь, что в субботу и воскресенье мы постарались поставить спектакли, на которые могут прийти дети с родителями для семейного просмотра. Вот, и в субботу день будет открыт Санкт-Петербургом, подарок для мамы это спектакль два плюс для малышей. Далее продолжит у нас Сургут, директор театра присутствует здесь, расскажет сама о своём спектакле. И мы, Киров, завтра покажем свой премьерный спектакль «Уличный кот по имени Боб». Я должна вот что спросить у вас, Елена Викторовна, вы уж простите, нас просто Роскоммунадзор всё время воспитывает. Подарок для мамы, вы сказали, два плюс, а мы в афише увидели ноль плюс. Ну, это по, понимаете, есть у градации установленная закона, а есть два плюс, и мы имеем право рекомендовать. Ну, то есть ноль плюс спектакль, а рекомендовано с двух лет всё-таки, да? Да, потому что в ноль... Да, но вы просто должны понять, что Роскоммунадзор очень строгая структура. Радио очень хорошо слушает. Да, и в воскресенье, я просто завершу, заканчивается наша программа. Это Кемерово, как здесь уже говорили, стойкий оловянный солдатик, и город Ишкар-Ала, которые приедут к нам всего на один день, чтобы показать свой спектакль «Цветик-семицветик». Соответственно, возрастное ограничение 6 плюс и 0 плюс. Ну да. Всё, всё назвали, слава богу, можно теперь уже не называть. Давайте гостям из Сургута дадим слово. Как-то спектакль называется «Госпожа метелица». Северяне приехали сюда, чувствуется, да? Расскажите по своему самому. Знаете, мы, конечно, очень благодарны Кировскому театру Кука. Во-первых, потрясены зданием. Вы впервые, да, у нас? Мы впервые попали в фестиваль, в афиш фестиваля, за что очень благодарны. Потрясены гордым, потрясены открытием, потрясены тем, что губернатор присутствует на открытии фестиваля, потому что это очень важно, когда власть поддерживает и понимает значение вот этих культурных событий, которые происходят в родном городе. Мне кажется, и горожанам, и всем деятелям культуры и искусства это очень повезло, потому что это очень важно. Культура и власть, они неразделимы. Если не будет понимания, многого не состоится главного для ребёнка. Ну и, конечно, мы постарались привести спектакль, который тоже любит наш зритель, госпожа Метелеца. Почему идёт снег? Откуда падает снег? Потому что есть где-то там на небесах госпожа Метелеца, которая делает какие-то очень важные, добрые дела, и падает снег. И, конечно, этим спектаклем он очень такой... Очень важно сказать ребёнку о каких-то важных ценностях, о доброте, о том, что зло может быть наказано. Что если ты будешь добрым, то у тебя будет много друзей. Что нельзя поступать плохо. Потому что дети считывают, считывают вот эту информацию. Сегодня был утром у нас такой мастер-класс проводил Валерий Шацкий. Он говорит, что же такое театр? А что такое театр кукол? Что же это такое? Так важно? И мы сегодня очень много нашли таких определений. Но самое главное, мы все согласились с тем, что это школа чувств, школа сопереживания, эмоций здесь и сейчас. Ребёнка не заставишь прочитать книгу и навязать своё мнение. Он вышел со спектакля и сказал то, что он почувствовал. Алёна, вы сейчас говорите, а у меня такой когнитивный диссонанс. Я всегда думала, что госпожа Метелица по сказке живёт где-то под землёй, потому что надо же прыгнуть в колодец, насколько я помню, за веретеном. А это образ измышления. Она падает в колодец, как будто бы за веретеном, но оказывается-то она где-то высоко-высоко на небе, потому что это ты должен, видимо, как-то... Слегка умереть, чтобы попасть. Аллегория такая, да, и образность нашего мира, потому что крутится и веретено жизни. И это веретено жизни, за которым идёт вот эта вот пачерица, которая нелюбима своей мачехой, которая не хочет, чтобы она была. Она делает всё во благо, а она всё равно всё делает не так. И вот... Поверите, нет, я никогда в таком глубоком смысле вот этого сюжета в Метелице не задумывалась. И вот поэтому очень важно, когда дети выходят и говорят, ну какая же она злая пачерица, какая хорошая... Какая же злая эта мачеха, которая так мучает свою пачерицу. Поэтому дети очень много видят того, чего мы, взрослые, не видим. И вот очень важно театру кукол смочь показать ребёнку эту эмоцию, эту сказку, донести какую-то очень важную суть и произведения, и спектакля, и вот правильную эмоцию вызвать. Театр кукол... Сегодня мы тоже сказали, что это образы. Через образ, через куклу, через актёрскую работу, режиссёрскую, что это коллективный синтез художника, режиссёра, актёра, композитора. И вот этим всем всё это сложить получается в спектакле театра кукол. Это удивительное. Мне кажется, это один из особых театров кукол. Это чудо, которое посредством света, посредством звука, посредством актёрской игры, таланта актёра. Вы представляете, кукла, она же статичная, как казалось бы. Как убедить ребёнка, что она настоящая? Как душу туда вселить? Да, так туда актёру нужно вселить, так, чтобы ребёнок поверил, что вот именно эта мачеха, это пачерица, а это её злая дочка. И как госпожа Метелица должна убедить, что есть волшебство, есть чудо, и добро всегда будет побеждать. Зло всегда будет ходить на второй план. Вот то, что, кто нас слушает сейчас, то, что говорит Алёна, свидетельствует об очень важной вещи. Когда мы говорим, что спектакль 0+, госпожа Метелица, это не значит, что нужно прийти туда или отправить бабушку, или отправить старшую сестру с маленьким ребёнком. Сгадовал он. Потому что надо сходить на кукольный спектакль. Вовсе нет. А вот на госпожу Метелицу можно сходить всей семьёй, или даже просто взрослым, потому что ты открываешь в каждом возрасте для себя новые смыслы, ты вспоминаешь, что ты делал, как с тобой поступали, как ты поступаешь. И каждый раз, слава Богу, если у тебя это получается, поднимаешься на новый просто уровень своего духовного развития. И сказки для этого. Это первый источник, можно сказать. Правда же? Это очень важно, потому что ребёнок, он чувствует подвох, он чувствует ложь, он чувствует, когда его обманывают. Вот это очень важно, не обмануть ребёнка. Если он почувствует фальш или ложь, он не придёт больше в театр. Он скажет, мама, мне больше не интересно. Это великая задача театра — убедить ребёнка, что мы настоящие, что мы с ним разговариваем на его языке. Сегодня тоже мы говорили о том, что театр должен быть и современный, потому что сегодня другой ребёнок. Сегодня ребёнок в год берёт планшеты, общается с ним так, как не общаемся мы с ним в этом возрасте, как ребёнка, подростка, любого ребёнка забрать из вот этого синтетического мира и вернуть в живое. Это же тоже все говорят, да, ваш театр когда-то умрёт, потому что всё равно победят компьютеры, гаджеты и всё остальное. Проходит тысячелетие. Да, и проходит тысячелетие. Как кукла не умирает. Что бы ни происходило, какие бы ни появлялись средства новые, всё равно остаётся то чудо, тот театр кукол, который умеет удивлять, радовать. И всё-таки ребёнок идёт в театр. В репертуаре Сургутского театра вот этот спектакль «Госпожа Метельца» давно уже? Можно сказать, что у нас лучшую постановку привезли к нам? Вы знаете, мы привезли одну из лучших. Можно сказать, что все постановки хорошие, лучшие. У нас в Сургуте, могу сказать краткую справку о Сургуте. Сургуту 425 лет. Первое упоминание в истории. Статус у города 66 лет как молодому. Это молодой город, в который приезжали геологи, разработали месторождения. И это сегодня такой... Сначала это был такой городской посёлок нефтяников и газовиков. Сегодня это город, который развивается. Театр основан в 1991 году. В 1991 году зданий у театра нет. Хоть, казалось бы, Сургут, вроде бы должно быть здание, потому что нефть-газ, но, к сожалению, мы выбрали другую тактику театра. Если мы не можем пригласить к себе зрителя, то тогда мы пойдём к зрителю в гости. Мы придумали огромное количество проектов. У нас есть проект с департаментом образования театра «В сердце ребёнка». Мы идём в детский сад. Сегодня есть проект «Неклассное чтение». Мы на взрослом языке говорим о серьёзных произведениях, как Ваня Датский «Тёплый хлеб». Это по-устовски очень замечательный спектакль. Это «Огневушка» по сказам Бажова. Мы идём в начальную школу. Потом у нас есть замечательный социальный проект «Добрая сказка входит в дом». Он уже 4 года. Мы ездим к деткам-инвалидам, которые не покидают никогда стен собственной квартиры. Это был тяжёлый проект. Мы у него выходили с добрым волшебником, с реабилитационным центром. Думали, что мы не сможем, потому что актрисы после потрясения увиденного, они плакали неделю. Но потом, когда мы пошли на второй этап, и когда второй раз они пошли к одному ребёнку, и увидели, что ребёнок хочет одеть красивое платье, у него появляется улыбка, он хочет взять ложку в руки. Они плакали от радости того, что театр приносит ту терапию, ту радость и родителям, которые не забыты, и ребёнку. И мы уходим, когда из квартиры, мы оставляем такую игрушку антистрессовую. У нас фабрика из инстрессовых игрушек такой договор, и мы дарим, что театр обязательно вернётся. Мы не уходим навсегда. Мы уходим на какое-то время, но мы обязательно вернёмся. И поэтому это тоже важно. Здесь надо отметить, что у нашего кукольного театра тоже есть такой опыт. Вот совсем недавно прошла премьера нового спектакля «Для слабовидящих детей». Это уже тоже традиция. Женя Тарасова ставит этот спектакль. Замечательно совершенно. Та же история, потому что в этот раз детей приглашают в театр. В театре проходил этот спектакль. Очень чувствительная история. И я просто говорю, что вы совершенно правы. И эти спектакли, они не только для этих самых детей и их родителей. Это спектакли, которые, я считаю, имеет смысл посещать очень многим. Просто очень многим. Потому что общество должно всё-таки интегрироваться. Люди должны друг с другом общаться. Мы должны понимать, как они чувствуют, что они видят или не видят. И как коммуницировать. Это очень важно. Вот в вашем случае актёры пережили этот опыт и сейчас пойдут с ним дальше. Важно очень, чтобы не только актёры, а все мы переживали точно такой же опыт и шли дальше. Так что вот миссия, которую кукольные театры сейчас несут в общество, она просто гораздо шире, чем просто спектакль для детей с Машенькой и Медведь. Машенькой и Медведь тоже очень, если его разбирать, он тоже будет очень поучительным. Совершенно верно. Я с вами согласна. Давайте мы сейчас обратимся к спектаклю, который представляет театр в Кемерос. Или на рекламу всё-таки сходим. У нас в середине часа. Точно, у нас рассинхрон в часах, я вижу. Чуть-чуть, две минуты. Прервимся на полторы минуты и поговорим с Ириной Салтымаковой о спектакле «Стойкий оловянный солдатик». Тоже вот уж где сложная история. Продолжаем наше общение. Елена Павлова, замдиректора Кировского театра кукол имени Афанасьева, Ирина Салтымакова, актриса Кемерского областного театра кукол имени Гайдара и Алена Блинова, директор Сургутского театра кукол Петрушка. Ханты-Матийский автономный округ, соответственно. Мы хотели поговорить о спектакле «Стойкий оловянный солдатик». Кемер его представляет, поэтому вопрос Ирины Салтымаковой. Да, мы тоже обозначаем, что спектакль 6+, хотя я знаю, что Андерсон у нас в школьной программе начальная школа. И мы уже начали в перерыве обсуждать «Стойкого оловянного солдатика». Судьбу этого. Судьбу этого и спектакля, и произведения. Потому что я себя помню в детстве. Мне было сложно читать эту сказку, и я её точно старалась не перечитывать. И в моём замечательном сборнике Андерсона я пыталась пролистать. Мне было очень горько, что она его бросила. Она его бросила, а он её так любил. И почему же она это сделала? Как же она могла? Я считала, что это большая несправедливость. И про эту балерину легкомысленную не хочу читать больше. Но вот это всё... А потом мы возвращались. Вот когда с дочерью мы доросли до этой сказки, мы вернулись. И она совершенно по-другому её воспринимала. И она мне рассказывала, как она... И это одна из её любимых историй. Что удивительно. Вообще все самые такие щемящие сказки Андерсона, она почему-то любила больше, чем когда-то я. Я старалась от них отстраниться, а она, наоборот, вот туда проникает. Она меня учит с этой стороны. Но мне кажется, что «Стойкий оловянный сардатик» — это как раз та сказка, которая требует обязательно прихода именно родителей с детьми вместе и дальнейшего обсуждения точно, 100%. Потому что там тоже очень много философских смыслов. Ну да, на самом деле, когда мы выпустили этот спектакль, к нам на премьеру пришли родители со своими детками. И вся книга отзывов была написана рукой взрослых. И они говорили о том, что вы показали совершенно другую сказку. Не такую, которую мы читали в нашем детстве. То есть, мне кажется, здесь во многом заслуга нашего режиссёра этого спектакля — это Пётр Зубарев. А что он такого нестандартного, необычного нашёл? Ну вот как идёт сюжет сказки? Там же герои главные, они сталкиваются с разными препятствиями. И сказка начинается с того, что «А разве может быть сказка грустной, если в ней победит любовь?» Ну вот все помнят из детства, что это грустная сказка, что танцовщица, она погибает, солдатик там такая у него жизнь, приключения. Во-первых, он, ну, одноногий, да? Но когда в сказке побеждает любовь, то вот эти все невзгоды, все несчастья, которые встречаются в нашей жизни, они как-то сглаживаются. И поэтому взрослые, взрослые начинают смотреть на жизнь совершенно по-другому. Мне кажется, они становятся как-то мягче, как-то... И что самое главное, после вот этого спектакля они приходят снова. То есть мы задеваем за живое, наверное, это самое главное. Вот о чём мы сегодня на мастер-классе разговаривали. Эмоции — это то, ради чего зритель к нам приходит. И мы затронули эти эмоции, поэтому, ну, надеюсь, и зрителю фестиваля тоже понравится наш спектакль. — Почему у меня с детства осталось это впечатление, что балерина обманула солдатика? Откуда? — Вот я не знаю. — Я не знаю. — Ведь всё действительно закончилось совершенно по-другому. — Да. — Совершенно по-другому. Правда. Ну вот... И поэтому нужно пересматривать и перечитывать, и делиться впечатлением. — Однозначно, конечно. Потому что... Ну, поэтому, наверное, наше искусство, оно и ценно, поскольку есть много режиссёров, много театров. И вот такие фестивали очень важны для театра кукол в целом. Потому что мы видим какое-то новое прочтение, мы снова вдохновляемся, мы учимся друг у друга, мы приезжаем наполненные вот этой энергетикой фестиваля. И мы очень благодарны, что мы второй вот раз на прекрасном фестивале. И представляете, мы на прошлом фестивале в последний день работали, на этом фестивале в последний день работаем, а ещё ровно год назад состоялась премьера нашего спектакля «Стойкий оловянный солдатик». — Это в Кемерово? — В Кемерово. — В Кемерово. — Поздравляем. — День в день, да. — Да. — Ну, я просто хотела бы напомнить, что именно спектакль «Крошечка-хаварушечка» в 2016 году был признан лучшим спектаклем фестиваля и получил гран-при. — Угу. Давайте вот сейчас как раз о конкурсной части фестиваля поговорим. Кто будет отсматривать, как отсматривать, когда будут названы победители. — Ну, победители, конечно же, будут названы в последний день. И мы всех зрителей... — В воскресенье невозвратно. — В воскресенье в 15 часов. Билеты в кассе вот здесь вот ещё есть на последний день. На закрытие фестиваля будет театрализованное закрытие. Именно там будут вручаться призы. Премии, памятные призы, дипломы победителям в номинациях. Номинации — это лучшая режиссёрская работа, лучшее художественное оформление спектакля. Три номинации — лучшая роль. И лучшее музыкальное оформление. И, конечно же, гран-при. Лучший спектакль. — Да, там приз зрительских симпатий, как это обычно бывает. — Вы понимаете, приз зрительских симпатий мы попытались на первом фестивале что-то сделать, но не просто зрительских, а приз профессиональных зрительских симпатий. Потому что как можно сделать, то есть если человек идёт только на один спектакль, покупил билет на один спектакль, он не может отдать свой голос за другой спектакль. То есть это получается некорректно. Но в этом году мы впервые отказались и от приз профессиональных зрительских симпатий в связи с тем, что если раньше театры приезжали от начала до конца, то сейчас некоторые театры не могут себе этого позволить. Конкретно «Эшкарала» приезжают на одну ночь, то есть они накануне приезжают, показываются и в этот же день вечером уезжают. То есть они тоже не могут оценить другие спектакли. Поэтому не совсем корректный будет подход. Ну, с другой стороны, мне кажется, что профессиональная оценка, конечно, в фестивале – это самая важная оценка, когда коллеги оценивают, профессионалы. И вот скажите, насколько действительно вот такие фестивали для кукольных театров важны? Я уже понимаю, почему сейчас на короткий период времени приезжают сложные времена, экономическая ситуация и прочее. Тем не менее, от них нельзя ни в коем случае отказаться, потому что нужно же подпитывать друг друга идеями, нужно получать поощрение за свои достижения, нужно показать эту свою идею и услышать на неё отклик. И вот этот профессиональный отклик очень важен. Алена хотела как раз спросить. Знаете, это правда очень важно, потому что есть собственное пространство, пребывание театра кукол в своём городе со своим зрителем. Очень важно, ты воспитываешь своего зрителя. И правда очень правильно воспитать его, взять его с ноля, потому что сейчас бэби-бум, рождается много детей, государственная поддержка, и у нас в городе рождается около 10 тысяч детей в год. И мы понимаем, что тоже бэби-театр, он необходим. У нас есть малюткин зал, и мы начинаем деток уже с годика. У нас есть спектакль, третий год уже работает у нас бэби-театр, в котором 15 зрителей, но самый дорогой – это зритель, который пришёл, маленький совсем, который смотрит спектакль. Это очень важно, выйти за пределы своего собственного пространства. Важно себя показать, важно окунуться в братство театра кукол, потому что, ну я хочу сказать, что это особое братство. У нас была такая ситуация в городе, в рамках федеральной программы «Большие гастроли» приехал театр образцовок, замечательный театр. И Киров тоже участвует, Кировские театры тоже участвуют в этой программе. Я очень хочу сказать, что огромное, слава Богу, что сегодня повернулись лицом к театрам. Сегодня огромная федеральная поддержка на разных, на различных уровнях финансирования. И Союз театральных деятелей, и программа «Большие гастроли», и театр детям, она совместно с партией «День России». И сегодня огромная поддержка. Чувствуется, что сегодня очень необходимы детские театры и театры кукол. Сегодня вышли указы президента новые, в которые национальной стратегии приписано, что сегодня очень важна реконструкция, строительство детских театров, театр кукол, детских школ искусств, огромное культурно-досуговое учреждение. Сегодня уже по национальному, национальный проект наконец-то тоже вошла в культуру. Помните, долгое время его не было национальным проектом. Сегодня национальная культура говорит об этом. И это очень важно, когда вот этого уровня, самого высокого, понимают, как важно донести до ребёнка, как воспитать его, как воспитать духовно ребёнка, как его приучить. Это же очень дорогого стоит. И вот приехать на фестиваль, показать себя другому зрителю, пообщаться с коллегами, что-то увидеть новое, познакомиться с другими режиссёрами. Потому что это же очень важно, чтобы пригласить другого режиссёра на постановку. Потому что он привозит свою школу. Он привозит своё определённое, будем говорить, актёрское мастерство ребятам, которые находятся в другом. Региональные театры, они же тоже находятся в регионах, они не имеют такой тенденции, чтобы где-то быть. Всё равно это актёры, не все имеют профессиональное образование, но они настолько обучены и научены, и постигают эту школу, и становятся профессиональными актёрами. Это тоже очень важно. И вот хочу рассказать про театр «Кукол», когда приехал театр образцов. Я вернусь к мысли, которая потеряла. И Борис Константинов приэпитировал спектакль... Вот, забыла. Ну, в общем, спектакль. И я нахожусь у себя в здании. Мы находимся... Нет, они... Алинки цветочек нам привозили. Взрослый спектакль они привозили. Неважно, продолжаем. И я, значит, нахожусь у тебя... Мы в бывшем кинотеатре находимся, Аврора в центре города, который готовится под реконструкцию. И мне охранник говорит, а к вам пришёл театр образцов. Я говорю, как это к нам пришёл театр образцов? Он же не на соседней улице находится. Ну, войдите, пожалуйста. Выхожу, стоит 10 человек. Здравствуйте. Здравствуйте, а мы актёры. Я говорю, здравствуйте. А принцесса Турандотта мне всё вспомнила. Вот. И я говорю, а вы откуда? А мы сегодня в спектакле не задействованы. Мы открыли Google, забили театр «Кукол», город Сургута. Ну, а нам Google выдал адрес. И мы к вам пришли. Мы пришли познакомиться. Вот это братство, к чему я подвожу театр «Кукол». И я когда рассказываю Борису Константинову, говорю, что вот пришли ваши ребята, он говорит, а я им всегда говорю, если вы в каком-то городе потеряли паспорт, вы придите в театр «Кукол». Вас напоят, накормят, спать положат, паспорт сделают, и денег за это не возьмут. Вот это правда особое братство людей, которые удивительным образом настоящие. Вот это очень важно, когда ты умеешь своими руками всё делать, а не какие-то особые люди, особой доброты, щедроты такой душевной нашей русской. Поэтому вот я хотела сказать, что вот это очень здорово. Поэтому эти важны все фестивали. И очень важно, что они финансируются, поддерживаются областной властью, городской властью, государственной властью. Это очень важно, потому что сложно коллективу взять и приехать. Это же декорации привезти, актёрскому составу приехать. Это же помимо актёрского состава свет, звук, монтировщик. То есть только свои монтировщики могут поставить спектакль, потому что только они знают специфику этой декорации. Это всё очень сложно, но это всё возможно. И когда у тебя есть огромное желание всё это делать, это всё замечательно. Елена хотела. Да, и ещё обратить внимание на то, что это обучающая составляющая фестиваля. Мастер-классы вы уже неоднократно повторили. Помимо мастер-классов, мастер-класс Валерия Шацкого сегодня, да, уже об этом рассказала Алёна. И ещё будут лекции Алексея Гончаренко о современном театре для детей и о современном театре кукол. Две лекции его замечательные. Но помимо этого ещё и обсуждение. То есть в театральном мире это всё понимают. Для зрителя, для простого, идёт разбор профессиональными критиками каждого спектакля по всем направлениям. И если, допустим, попадёт неподготовленный или не знающий человек, он может подумать, что, боже, какой плохой спектакль обсуждают, какой он плохой. Столько всех этих замечаний. А на самом деле вот эта обучающая составляющая, да, когда идёт разбор всех составляющих спектакля и обращение внимания, допустим, и актёров, и режиссёров, и художников, которые создали этот спектакль, на что им следует обратить внимание. Да, надо воспитывать, конечно, вкус. Прежде всего, нужно воспитывать вкус, нужно обращать внимание на детали, и гораздо интереснее потом смотреть спектакли, когда ты начинаешь понимать тонкости устройства, да, вот этой сферы. Безусловно. Я только за вот эти тенденции, которые вы обозначили сейчас, обращение внимания на детский театр. У нас был на днях театр юного зрителя в Кире, театр на Спаске. Они тоже говорили, что на детский театр обратили внимание. Посмотрим, на самом деле, как будет программа реализовываться. Хотелось бы, чтобы они реализовывались в лучшем виде. Будем тоже в своих эфирах делать акцент на этом. Хорошо, что вы нам рассказали так подробно. Я вот как-то так не погружалась. Это правда важно, действительно, потому что мы боремся за рождаемость, за повышение рождаемости. Мало родить надо воспитать. И хорошо бы, чтобы мы воспитали современных, развитых и тонко устроенных людей. Да, и не просто накормить. Конечно, совершенно верно. Для тех, кто интересуется фестивалем «Ветка. Город. Детство», пожалуйста, заходите на сайт Кировского театра «Кукол имени Афанасьева». Там, я смотрю, подробно очень расписывается каждый день. Всю подробную информацию вы оттуда можете почерпнуть. Спасибо большое нашим гостям. Приятных вам эмоций, впечатлений от очищения нашего города. Ждем на спектакле, на который еще остались билеты. Спасибо большое. Всю информацию можно в кассе. Всего доброго. До свидания. До свидания. Спасибо.